Хануко Добрый вечер! Мы сегодня немного поговорим о Хануке, о смысле этого праздника. Хануко всем этот праздник близок, всем он тёпл. И все его с радостью вспоминают, ещё когда будучи детьми, или получали Хануке гелд, или Сувганьот, Латкес. Праздник горячо любим во всех слоях еврейского народа, думаю, не ошибусь, если так скажу. Даже я видел статистику, что в Америке статистика уровня религиозности, уровня соблюдения различных заповедей. И интересная вещь, именно заповедь зажигания ханукальных свечей, она как-то очень сильно опережает все остальные митцво. То есть даже люди очень ассимилированные, далёкие от еврейства, они вот именно эту заповедь да выполняют. Интересная вещь, мы находим в Шулханарухе, в законах Хануки, говорит Шулханарух, что трапезы, которые опять-таки принято делать, все знают мисибот, мисибот шельханука, сидят за столом, поют, едят через самый Сувганьот. Так вот, говорит Шулханарух, что трапезы, которые принято делать в этот праздник, они не сиудат митцва, они не являются митцвой, они называются сиудат решут. То есть просто разрешённая еда, разрешённая трапеза, так как мы бы могли с вами собраться сегодня вечером, сесть, поставить ядство, закусить, поговорить. То есть, разумеется, в этом нет никакой митцвы. Рамо добавляет, что если во время этой трапезы поют песни благодарственные Творцу, говорят слова Торы, тогда да, их можно засчитать как сиудат митцва. Тем не менее, сам факт того, что несмотря на то, что это праздник, трапезы в него не являются митцвой, требует объяснения, почему же так. Почему же так, что люди, которые в хануку садятся отметить этот праздник, оказывается, что они не выполняют никакой митцвы. Так, разумеется, об этом говорят комментаторы. И, в частности, один из комментаторов на книгу Арба Турим Бах приводит одного из решений Маарам Ротенбург. он объясняет следующую вещь, что есть отличие между ханукой и Пуримом. Пурим, о котором мы знаем, что в него есть митцва делать пир, не просто даже трапезу, а пир. Так он объясняет, почему же такое различие между праздниками, что в Пурим есть митцва поесть, а в хануку нет. Объясняет, что поскольку в Пурим постановление об уничтожении евреев, оно появилось из-за их определенного греха, о котором им сообщил Мордехай, что они поучаствовали в трапезе, которую устроил Ахашвирош, по случаю того, что по его подсчетам оказалось, что уже евреи не прошел тот срок, о котором говорили пророки, что евреи должны вернуться из изгнания. Это была одна из причин, по которой он сделал эту трапезу. И там были послуды из храма, которые он захватил, которые ему перешли точнее. И он пригласил все-все-все народы, и евреи в том числе, евреи поучаствовали в этой трапезе. Это был тяжелый грех. И постановление, которое пришло значительно позже, казалось бы, из-за событий с этим не связанным, не связанным прямым путем, сказал Мордехай, что это был ваш грех, из-за которого теперь постановили уничтожить весь еврейский народ. Так это был грех, что они поучаствовали в этой трапезе. Поэтому, объясняет Марам Ротенбург, и было постановление, чтобы уничтожить евреев физически. Что они ели, что это также действие физическое. Грех был их физически, поэтому и постановление, которое было против евреев, оно было о их физическом уничтожении. Когда же евреи сделали тшиву, когда же они раскаялись о содеянном, как это происходило, Истерам сказала, три дня подряд не ешьте и не пейте. Был пост. То есть исправление этого греха, что они получили удовольствие от еды, было чем? Обратным действием, постом. Разумеется, не просто пост, а, как мы сказали, с раскаянием о содеянном. Поэтому, говорит Марам Ротенбург, постановили эти дни, дни Пурима, на веселье и пир. Ламиште, Висимха, Виомтов, все, как написано в Мегелат Истер, чтобы вспомнить об этом великом празднестве. То есть все было связано именно с телами, и грех, и исправление, и память о происшедшем, то есть то, как мы празднуем эти дни, то, как проходит этот праздник, тоже с чем-то, что связано с телом, с телесным, то есть еда, питье, пир. В Хануку все было иначе. В Хануку постановление греков было по причине, опять-таки, какой был грех, почему так получилось, что евреи попали в такую ситуацию. Шитрошлу Боавойда, что они ленились, что они недостаточно самоотверженно относились к службе Творцу. Поэтому постановление было забрать у них эту службу. То есть основной момент притязаний греков, как известно исторически, в начале, по крайней мере, так это было, был именно на то, что евреи существуют как народ со своей религией, со своей верой, со своими заповедями. Греки постепенно, постепенно старались старались это дело у евреев отнять. Сначала путем просто привлечения их к еленизму, то, что было тогда очень популярно, и то, что они считали передовой культурой в других странах. В странах им, разумеется, удалось это, и других народам этому научить. Постепенно, когда они увидели, что так это не получается, стали появляться запреты, запретили им выполнять определенные заповеди, пока уже не докатилось до насилия и всего остального. По крайней мере, изначально их цель была не истребить евреев физически, а как раз, если так можно сказать, истребить их духовно, забрать у них их веру. Поэтому запретили службу в храме, поэтому запретили приносить постоянную жертву, карбантомейд, запретили зажигать минору. Это была часть их постановлений. Когда же, когда же еврейский народ раскаялся о садеянном, тогда, что они сделали, обратите внимание, они пожертвовали собой, Матитьяу с его детьми, подняли восстание, которое было по ходу чисто практическому, обречено на поражение. Их была горстка людей, не обученных войне, они выступили против самой сильной на то время армии. То есть, с их стороны, это было самопожертвование. Они сказали, все равно, все равно, мы так должны поступить. Почему? Потому что у нас забрали возможность служить Всевышнему, у нас забрали возможность исполнять нашу службу в храме. И тогда, когда вот таким вот образом они сделали чуву, таким образом они исправили свой грех, который мы сказали выше, и заключался в том, что недостаточно, недостаточно посвящали себя службе Творцу, тогда спас их Всевышний посредством коинов. Опять-таки, обратите внимание, Матитьяу и его семья, они все были коаним, он был коин-гадоль, который, опять-таки, люди, служащие в храме. Поэтому чудо было также, чудо было со свечами, и поэтому в результате мудрецы, которые постановили на поколение о праздновании этого дня, этих дней, они постановили их не как трапезу и пир, как мы видели в Пуриме, постановили их тоже некой службой, которая в сердце, что это ле галель в ле гудо, то есть Всевышнего восхвалять и благодарить. Это важно помнить, что Пурим, постановление Пурима это ле миште восьмха, на пир и празднование, постановление Хануки это на восхваление и благодарение Всевышнего. Совершенно, совершенно два мира, совершенно разные, цура, разный способ воспоминания о чуде, празднования этих дней, как мы сказали, большая разница. Это вот очень интересное понимание вещей, которое нам объясняет, что и то, что мы спросили выше, что трапезы, которые в Хануку, они не являются обязательными, не являются севдат-митцва, для этого Хануку не постановили, Хануку постановили, чтобы Всевышнего благодарить, чтобы Всевышнего восхвалять, и это то, что добавляет рамо, что если это то, чем мы занимаемся во время этих трапез, тогда их можно засчитать за митцву. Но более конкретно с точки зрения Аллахи или Галель, то есть восхвалять, это имеется ввиду Галель, который мы говорим в молитве Шахарит, а Легудот благодарить, это вставки, которые мы говорим и во всех молитвах Шмона Исре, добавку, что мы благодарим за чудеса, которые нам Всевышний сделал эти дни, и в Беркат-Амазоне. Вот это и было постановление, кроме этого, конечно, скажете, я забыл о самой главной митцве, зажигать свечи в память о чуде, совершенно верно, но опять-таки зажигание свечей это тоже действие, это действие духовное, Ханукья символизирует Менуру, и это действие, которое призвано опять-таки по Аллахе распространить это чудо, чтобы все видели, чтобы все знали, что было такое вот чудо, чтобы опять-таки благодарили Творца, чтобы служили Ему, чтобы восхваляли Его. Давайте обратим внимание на такой вот момент, что, казалось бы, по логике вещей все должно было быть ровно наоборот. Если человека хотят истребить, народ, как правило, как раз берутся за оружие, пытаются делать какое-то физическое противостояние, чтобы отстоять свою жизнь. Мы видим в Пуре обратное. Евреев хотят уничтожить Мордехай, говорит, вы должны поститься, причем есть поститься. То, что мы попастимся, так чем это нам поможет. В Хануку мы видим ровно обратное, так как объясняет это Маорам Ротенбург, что не было постановлений уничтожить евреев. Были определенные запреты, были постановления отнять у них службу Всевышнего, отнять у них тору, отнять у них заповеди. Так тут надо браться за оружие. Может быть, можно было каким-то другим путем, как раз здесь можно было помолиться, попаститься. То есть, мы находим какое-то вопиющее несоответствие между тем, что нам понятно по логике вещей нашего обычного поведения в этом мире и между тем, что нам говорят мудрецы. Как эти вещи можно понять? Я думаю, здесь объяснение следующее. Написано, что «аколь беды шамаем худ смират шамаем». То есть, все в руках небес, кроме страха перед небесами. О чем здесь разговор? Всевышний Он этот мир, как известно, не только создал, но и каждое мгновение Он его заново создает, как мы говорим в молитве «Шахарид». Он его поддерживает для того, чтобы работали законы, для того, чтобы все продолжало жить, все продолжало существовать. Необходимо, чтобы каждый момент было на это желание Творца. Получается, что все события, которые с нами происходят, это воля Творца и наше существование, и все, что происходит вокруг, все ситуации, в которые мы попадаем. Аколь беды шамаем, все в руках небес. Но есть одно исключение, худ смират шамаем, кроме поезни перед небесами. Это такая интересная вещь, которую по-другому мы еще называем свободой выбора, которую да, Всевышний каким-то образом предоставил именно в руки человека, что здесь человек властен выбирать между добром и злом, выбирать пойти ему за своим дурным началом или за своим добрым началом, за душой. Поэтому получается такая ситуация, что если мы посмотрим с этой точки зрения, когда есть постановление Хасва Халила, как мы сказали на еврейский народ, о его уничтожении, ведь это речь идет о чем-то физическом, то есть это входит в категорию, о которой мы выше сказали о Кольбе Дейшамаем, это все в руках небес. Действительно бывают такие ситуации, бывают такие случаи, но никогда не надо забывать, что все эти моменты, это Всевышний привел на об уничтожении евреев, это значит Творец так хотел, Творец так сделал, он нам что-то этим хочет сказать, он что-то хочет показать, но при чем здесь браться за оружие, чем поможет оружие, если Всевышний хочет еврейский народ наказать, не можем ли мы восставать против Творца, чем это нам поможет, поэтому как раз здесь важно было найти вот этот вот момент, который указал им Мурдыхай, их греха, из-за чего пришло это постановление, когда они этот момент исправили, уже дальше не важно каким именно образом политическим как тогда произошло или физическим как было в конце, что они действительно воевали со своими врагами, это уже не принципиально, это уже не принципиально, принципиально был момент как отменить постановление, которое было свыше. В Хануку обратите внимание, как раз постановление, как мы сказали, оно было не физического характера, оно было духовное, то есть забрать у нас возможность служить Творцу, забрать у нас заповеди, забрать у нас Тору, иными словами, как раз влезть вот в этот наш, вот в эту нашу свободу выбора и выбрать служить Творцу. Но как мы сказали выше, что то, что касается всей этой группы, которая называется Ират Шамаем, Боин перед небесами, исполнение заповедей, здесь Всевышний делает так, что как бы Он этим не управляет, это действительно в наших руках, не может такого быть, что Всевышний сделает так, чтобы Я сделал заповедь, это в наших руках, это твой выбор, это есть то, для чего ты пришел в этот мир, это есть твоя служба, как за тебя ее может сделать кто-то другой. Поэтому и здесь получается, что совершенно не было бы достаточно какого-либо другого действия, чем взять и, как говорится, просто завоевать себе это право, завоевать еврейскому народу право служить Творцу, исполнять его Тору. Поэтому, как вы сказали, как-то не казалось странным, именно в такой ситуации посчитали Матитяева, сыновья, что они обязаны взяться именно за оружие, потому что здесь это зависит от них, зависит от них, это значит, что надо действительно пойти и сделать, пойти и сделать и отвоевать нам право на духовную самоиндентификацию, и иначе действительно не было бы исправления их греху, которому сказали, что они недостаточно предавали себя службе Творцу. Вот такая вот интересная вещь. Теперь, чтобы это не было слишком, так сказать, мувшат, то, что называется, просто на словах, и были интересные примеры. в истории евреев рассказывают про Хафетсхайма, мудреца, все знают, кто написал книгу Хафетсхайма, книгу Мишнабрура, очень известную, который был главой еврейского народа в конце 19-го, начале 20-го веков. Так, и последние годы его жизни уже были после того, как пришли коммунисты к власти в России, и он сказал, что евреям, что нужно покидать эту страну. Но рассказывает, что потом он сказал, не знаю, как это было точно, но вроде как я слышал, что он сказал, что если бы евреи доостались в России и пошли бы воевать, представляете, пошли бы воевать со структурой власти, то они бы победили. Это как раз из той же серии. Мы знаем, что как раз коммунизм он и шел именно против вот этой вот никуды отнять не только у всех народов веру в Творца, отнять у них возможность служить Творцу, все эти вещи заглушить, все эти вещи, чтобы об этом забылось. То есть они как раз хотели отнять у нас вот эти вот наши заповеди и сделали это, как вам известно, не без успеха. Поэтому здесь сказал Хафец Хаим, надо было действительно браться за оружие. С другой стороны, ситуация, в которой, к сожалению, сейчас еврейский народ находится на своей святой земле с постоянным противостоянием арабскому миру. и совершенно очевидно, что здесь речь не идет ни о какой духовной войне, речь идет просто о желании той стороны уничтожить нас физически, уничтожить нас физически именно на этой земле. Поэтому здесь совершенно не верен тот подход, который наиболее сегодня распространен, по крайней мере, среди религиозных он очень распространен, что мы им должны показать, мы им должны дать. Опять-таки, поймите меня правильно, не имею в виду сказать, что нужно сидеть сложа руки, но понимать, что мы добьемся освобождения своей собственной рукой, то, что поется в интернационале, это неверно. Мудрецы учат нас, потому что это совершенно неверно. Если евреи сейчас здесь находятся в такой ситуации, значит, Всевышний что-то хочет показать, значит, есть какой-то грех, который необходимо исправить, и этот грех, как мы сказали, это не то, что должно исправляться вооруженным конфликтом. Вооруженным конфликтом это может быть исправление, когда требуется наше самопожертвование для каких-то вещей духовных, для службы Всевышнего. И здесь, поскольку службу Всевышнего у нас никто не отменяет, а как раз, как раз гонения, постановления и угрозы, они носят чисто физический характер, значит, здесь физическое противостояние это совершенно не то, что решит проблемы, это просто важно для нас понимать при жизни, что же да, решит эти проблемы, надо искать, надо искать корень, надо искать в чем, в чем мы неправы, и понимать, что как только мы исправим вот эту вот проблему, как только мы исправим этот грех, дальше совершенно неважно каким путем мы будем действовать против наших врагов силовым или несиловым, или переговорами, или может быть вообще ничего не делать, такое тоже может быть. И это как раз больше подходит под Сугью Пурим, как мы объяснили, кстати, кто забыл, война в Персидском заливе закончилась, Пурим, как раз тогда были чудеса, потому что опять-таки, как мы сказали, Пурим это есть параллель, Пурим это есть параллель постановлению на физическое уничтожение евреев. Это один момент, о котором я хотел сказать, и безусловно он нам поможет понимать многие вещи, то, что творится с еврейским народом на протяжении его истории, все гонения они носят или характер отнятию евреев возможность служить творцу или истребить еврейский народ физически есть очень принципиальная разница между одним и другим, как именно мы должны реагировать, чтобы из этих вещей выйти. и еще одно добавление, что Ихану Кайпурим, как вы знаете, это праздники, которые произошли во время нахождения евреев в Галуте в изгнании, хотя при греках евреи находились в Рецисраэль, тем не менее, это время также считается изгнанием, поскольку находились под их властью, И это вот именно важное понимание для нашего сегодняшнего времени, когда мы продолжаем находиться в изгнании, когда основное то, как с нами себя ведет Творец, это поведение, которое называется сокрытие его лица, и приходят различные гонения, приходят различные постановления против евреев, именно сейчас мы должны знать, как вести себя в таком случае, как вести себя в таком случае, это то, что мы объяснили выше. Теперь давайте немножко поговорим о Хануке с другого ракурса. Тора вначале в первых же пасуках, в первых же стихах рассказывает о том, как было творение мира, там есть такая фраза «Выхоши хальпней тегом» «Была тьма над бездной». И говорят наши мудрецы, что вначале в этих стихах есть намеки на различные изгнания, в которых будет еврейский народ. Так вот, «Хоших» «Тьма» 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 todos «Тьма» «Тьма» «Люб doctors» «Тьма» «Тьма» задают как же может быть что именно греков мы назовем тьмой когда как раз как раз это и был народ на основе которого который заложил основы современной науки культуре искусству спорт все эти вещи мы получили от греков архимед пифагор аристотель список можно продолжать они заложили басис для дальнейшего продвижения в исследовании мира в научном прогрессе то чем мы сегодня пользуемся как же можно как же можно науку называть тьмой как раз наука на на свет она нам освещает тайны бытия она нам позволяет лучше жить почему же почему же наши мудрецы называют то тьмой такой вот вопрос и здесь говорит пинкус важно понять очень тонкий момент например есть комната я говорю своему сыну иди у меня в этой комнате пропали пропали часы пойди пойди найди мне он искал 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 приходит говорит папа я я все все поискал в комнате нет часов то что он сказал это можем ли мы это воспринимать как как истину или это только его предположение правильно вы скажете что этого предположения как он может знать совершенно точно что в комнате что в комнате нет этой вещи он может сказать совершенно точно что он этом не увидел он может сказать что он не видел он лазил он искал и там и сам по всей видимости и нет насколько ему позволяли его силы проверить ее нет не может сказать что я нет как можно сказать что нет теперь давайте посмотрим на то как работает наука по крайней мере по крайней мере та наука о которой мы знаем, те научные люди, которые, к сожалению, при всем том, что они возятся с миром, возятся с величайшими чудесами, постоянно к ним прикасаются, постоянно их постигают, и при этом они не признают, что есть творец, физик или химик или врач, неважно, человек, который постоянно работает с какими-то законами, он открыл закон, он понял закон, он пользуется таким и таким законом, который действует, почему он не задаётся вопросом, а как же, в принципе, есть закон, кто этот закон установил, кто этот закон поддерживает, почему этот закон выполняется абсолютно во всех точках Вселенной, как, это же огромный порядок, почему это так работает, задать вопрос, почему, почему этот закон продолжает работать и на следующую секунду, и на следующую, и через час, и через месяц, и через год, ну, вон, мы открыли закон, ну, как раз и это должно было открыть глаза и начать говорить, ребята, раз есть закон, значит, есть кто-то, кто его узаконил, раз есть порядок, значит, кто-то его сделал, кто-то его упорядочил, Было бы более логично говорить о том, что мы находимся в каком-то самодвиживающемся хаосе Если бы действительно наш мир выглядел как хаос, но наш мир именно упорядочен Именно упорядочен, столько, сколько человечество себя помнит Солнце продолжает вставать, земля продолжает крутиться Именно на таком расстоянии от Солнца, чтобы на ней поддерживалась жизнь Законы физики, химии продолжают работать Как? Как можно это объяснить всей какой-то случайностью? Почему же человек, который именно с этими вещами возится, именно с ними имеет дело Он не замечает такого простого факта? Ответ? Ответ в том, что мы сказали выше Чего не вижу, того нет Вы поняли? Закон я вижу, значит закон есть Еще закон вижу, еще закон есть 300 законов вижу, 300 законов есть Порядок вижу, порядок есть А творец? Творца не вижу Вы понимаете? Или другой приведем пример У нас есть какая-то машина И мы ее исследуем, разбираем по частям И объясняем, это в ней сделано для того Это в ней сделано для этого И это сделано умно И это работает так, и это работает и так И она вся компьютеризированная Сложнейшая машина Разбирает, разбирает Потом спрашивают его Ну и что ты думаешь? Кто ее спроектировал? Кто ее сделал? Кто ее придумал? Думаю, никто Как никто? Как никто? Ты же сам говоришь, насколько она мудрая Ты же сам говоришь, насколько она Целесообразная Все в ней стоит на своих местах Все в ней служит каким-то функциям Как ты можешь говорить, что ее никто не сделал? Пример, как машину Вы можете взять любой Хотите, возьмите человека Хотите, возьмите любую травинку Любого муравья Это будет намного, намного Больше и сильнее пример Который я привел Как сложнейшая машина Компьютеризированная Продуманная И даже мудрость Которому люди учатся Люди учатся у различных частей природы Так я читал в книгах Зильвера Каких-то там рыб, хамелеонов Как, может быть, эту мудрость никто нам не дал То есть Единственным объяснением Такого странного явления Может быть, что есть определенный подход Опять-таки, он не обязательно Не обязательно Моучный подход должен быть именно таким Как раз, скорее наоборот Моучный подход должен быть Исследовать С целью понять С целью понять, что действительно за этим стоит Но почему-то, по какой-то странной причине Подход, он другой Мы исследуем, что есть Исследуем, как работает Почему это так? Это не наша функция Или, может быть, функция других мыслителей И мы идем к тем мыслителям Они говорят, что вполне возможно, что это просто так Так как это мы можем не назвать тьмой? То есть У мира есть самые большие доказательства Как написано в Пасуке Мала Гаритс Квадо Что вся земля наполнена славой Творца Как написано в Тегилии Машамай Мисапрем Квадкел Что небеса рассказывают о славе Творца Все, все, все Буквально все, что мы встречаем вокруг себя Рассказывает нам о том, что оно запланировано О том, что оно продумано О том, что оно сделано для определенной цели Которой оно и служит Как можно с этим иметь дело И не понять такую вот Элементарную вещь Мы должны сказать, что Сам подход Он Есть в нем вот это вот принципиальное зерно Не в видении От того, что за Это и была Греция Это и была Греция И это как раз и было ее Ее противостояние Еврейской вере Греки говорили Смотрите Красота человеческая Смотрите Спорт Смотрите Есть философия Есть науки Мы разбираем мир Мы его понимаем Мы его постигаем Что за миром Это то, что мы видим Мы видим, что есть законы На самом деле В греческой философии Да, было понятие Творце Но оно было изначально Так сказать В нем была заложена Крупинка Которая В конечном счете Сейчас мы понимаем Привела к полному Атеизму Что раз Есть творец Значит должен быть И материал Из которого он творил То есть они сказали Что действительно Есть творец Который был Который всегда был И всегда есть Но так же И материал Всегда было И всегда есть То есть То есть То есть Что он может быть Вечным И опять-таки Из того То, что мы понимаем Это есть Мы понимаем Что может взять Слесарь И что-то сделать Из металла Может взять Столлер И сделать Из дерева Какую-то работу Мы не понимаем Как можно Сотворить Из ничего Если был только Всевышний Если был только Творец Как же он Сотворил Из ничего Раз мы не понимаем Значит был материал То есть Опять То, что я не вижу То, что я не понимаю Не существует А то, как я вижу То, как я понимаю Значит Так оно Так оно Есть на самом деле Это, как мы сказали В результате Делает из Творца Тоже Тоже Какое-то Что-то Существующее Опять По каким-то Странным законам И Соответственно Это уже Это уже Приводит Постепенно Постепенно К Полному Отрицанию Всевышнего Что же Евреи Противопоставили Вот этому Вот Подходу Который Мы Называем Тьмой Тора Которая Как раз Мудрость Которая Противопоставляется Во всех Событиях Хамаки Мудрости Мудрости Греческой Мудрости Этого мира С другой стороны Идет Мудрость Торы Тора Как вы Прекрасно Знаете Она Начинает Ровно С обратной С обратной Стороны Ровно С обратного Конца Решит Барай Луким Это Самого Начала Первый Стих Торы Первый Стих Торы Что Изначально Создал Бог Небо и Землю Прежде Всего Нам Важно Знать Кто Создал Небо и Землю Они Как Земля и Небо Работают Как Земля и Небо Работают Ну Ладно Как То Мы Живем Но Для Чего Они Работают Для Чего Они Работают Кто Их Создал Почему Для Чего Это И Есть Тора Тора От Слова Ор От Слова Лаир От Слова Светить Она Нам Как Раз Освещает В Этом мире Вот Эту Тьму В Которую Мы Могли Бы Попасть И Показывает Нам Это Для Того Это Для Того Для Чего Все Сознано Какая Цель У Этого Мира Кстати Говоря То Самое Первое Слово Медраж Говорит Что Его Не Надо Понимать Недостаточно Здесь Простого Понимания Что Это Было В Начале А Его Надо Ледрож Друшим Вот Следующим Образом Б Решит Бешвиль Решит Для Решита Для Начала О чем Речь Есть Место Где Еврейский Народ Называется Словом Решит Есть Место Где Тора Называется Словом Решит Иными Словами Бэр Решит Барай Луким Это Шамэм Вейт Арыц Мы будем Читать Как Для Евреев Создал Бог Небо И Землю Для Торы Создал Бог Небо И Землю То Даже Как Мы Сказали Даже Само Творение Нас Не Интересует Тора Не Занимается Даже Самим Творением Как И Что Тора Занимается Смыслом Творения Для Чего Всевышний Создал Для Евреев Для Торы Для Того Для чего Он Привел Человека В этот Мир Чтобы Он Исполнял Заповеди Для Того Чтобы Он Здесь Работал Для Того Чтобы Он Осуществлял Свободу Выбора Которую Мы Говорили Выше Что Всевышний Ему Дал Единственное Единственное Что В Его Руках И Так Далее Вся Тора Вся Тора Весь Талмуд Там И Сям Разумеется Нам Приходится Делать Какие-то Подсчеты Математические Связанные С Астрономические Подсчеты Для Того Чтобы Для Того Чтобы Знать Как Как Календарь Календарь Должен Работать Опять Так Есть Вещи Которые Мы Получили С горы Синай Знания Знания Научные Но Это Все Идет Как Как Для Чего-то Другого Но Все Идет Не Как Само По Себе Все Законы Все Все Что Сотворено Вся Весь Этот Мир Человек Животный Мир Все Что Вокруг Все Что Нас Окружает Мы Должны Прежде Всего Понять Их Суть Для Чего Он Сделан Для Чего Всего С Нас Привел В Этот Мир Это Подход Тора Тора Также Дальше Описывает Разные Исторические События Все Обратите Внимание Все Нам Тора Рассказывает Для Чего-то Для Того Чтобы Нас Научить Как Себя Вели Наши Отцы Как Как Вел Себ Народ В Пустыне Как Были Грехи Как Всевышний На Это Реагировал Для Того Чтобы Нас Научить Именно Жизни В Этом мире И Это Одна Из Сторон О Которой Мы Должны Также Помнить В Хануку Что Хашманаим Матитяо И его Сыновья Вот Этим Вот Этой Своей Самоотверженностью Тем Что Они Стояли На Своем И Не Дали Не Дали Поколебиться Своей Верой В Единого Творца Хотя Опять-таки Заметим Грекам В Достаточно Сильной Степени Да Удалось Да Удалось Еврейский Народ Развратить Еврейский Народ Сделать Эллинизированным Мы Находим Мы находим Группу Митьявнием Евреев Эллинизированных Причем По По собственному Желанию Которые Да Постепенно Перестали Исполнять Заповеди И пошли За греческой Культурой С другой Стороны Мы видим С другой Стороны Мы видим Матитя Его Сыновья Которые Самоотверженно Стоят На вере В Творца И при том Что Нет никаких Шансов Победить Такого Сильного Врага Они Доберутся За оружие Они Доведут Эту Войну И Случается Чудо Случается Чудо Действительно Всевышним Помогает Победить Это Одно Из тех Чудес Которые Мы Должны Противопоставить Вот этому Вот Вот этому Вот Секулярному Подходу Что Все Работает По законам Все Есть Так Как Есть Как Мы Сказали Выше Даже 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 Так Даже Так Это Чрезвычайное Чудо Что Постоянно Есть Законы Постоянно Постоянно Они Действуют Они Работают Как Говорится Лучше Один раз Увидеть Чем Сто Раз Чем Сто Раз Понять И Когда Когда Видят Настоящее Чудо Тогда Люди Действительно Пробуждаются И Начинают Понимать Эти Вещи И Здесь Мы Подходим К ответу Еще На Один Интересный Вопрос У нас Осталось Немного Времени И Который Также Повсеместно Задают И На него Есть Много Ответов И Действительно Мы Говорим Когда Когда Рассказываем О Хануке Когда Рассказываем О том Что Постановили Отмечать Эти Дни Праздновать В память О Свершимся Чуде С одной Стороны Талмуд Так Как Он Пишет Он Рассказывает О том Что Греки Зайдя В храм Осквернили Все Масла Которые Там Находились И Когда Победили Их Хашмонаим Они Нашли Там Только Один Бачок Масла Которого Было Достаточно Гореть На один День Он Горел Восемь Дней С другой Стороны В молитве Мы Говорим Каждый День О том Что Мы Благодарим Творца За то Что Он Отдал Отдал Сильных В руки Слабых Нечистых В руки Чистых И так Далее То есть О всех Злодеев В руки Праведных То есть О всех Чудесах Именно Войны О том Что мы говорили выше Что не было никаких шансов Не было Не могло такого случиться Что горстка Горстка Людей Священников Победят Самые сильные На тот момент Армии Так почему Почему В молитве Мы выставляем Именно Казалось бы Чудо Победы В войнах Против греков Талмуджи Соответственно Совершенно Это игнорирует Говорит О чуде Того Что масло Грело Восемь дней А в молитве О масле Практически Ни слова Написано Просто Что Когда они Зашли в храм Зажгли там Свечи Не написано Об этом чуде Так объяснение Следует сказать Что оно следующее Что безусловно Величайшее чудо Было то Что евреи Победили в этой войне Которую Как мы сказали Она была Самоотверженная Она была бы Мессирутнефеш На то Чтобы Вернуть им Возможность Соблюдать Тору Это было Величайшее чудо Это то Что Чудо За которое Надо благодарить Нам в дальнейших Поколениях Что до сих пор Сохранилось Тору Что до сих пор Сохранился Еврейский народ И это то Что мы говорим В молитве Мы говорим Благодарим Мы сказали Что Где мы Исполняем Заповедь Благодарить Творца То что В эти дни Постановый мудрец Это именно В молитве Но Талмуд Когда спрашивают Да Ну что такое Ханука Что такое Ханука Он не может Сказать Ханука Это чудо Победы Потому что Если это то Что до нас Дойдет Что чудо Которое тогда Было Это чудо Победы Придут Те же самые Секулярные Ученые Историки И скажут Да Было восстание Да Боролись Как другие народы Да Бывало такое Что И слабые Побеждали сильных Из-за большой Мотивации Из-за Того Что они Вели себя Как партизанское Движение По разным Всяким Причинам Поэтому Недостаточно Было На поколение Установить Память Только О победе В войне Именно Вот это Чудо Которое Произошло Именно Это чудо Которое Произошло В храме Что Всевышний Показал Это чудо Было Показательное Он Показал Что Один Бачок И масло Которого достаточно На сутки Горит Восемь дней Так же Как и Хашманаим Их было Очень мало Их было Горстка Их тоже Не должно Было Хватить Надолго Но их Хватило Надолго Их хватило На то Чтобы победить Всю эту армию Именно Это чудо В том Что оно Выходит Из рамок Законов Природы Это чудо На которое Мы можем Указать пальцем Поэтому Постановили Зажигать свечи Чтобы указать Смотри Было Вот это чудо Было чудо С того Что масло Горело Восемь дней Так ты понимаешь Теперь Теперь ты понимаешь Почему Почему Хашманаим Удалось Удалось победить Греков Потому что Всевышний Этого хотел Он же в конце Взял И показал Им это Вот таким Вот маленьким Но явным чудом Это и есть То понимание Которое мы Безрата Шем Должны вынести Из праздника Ханука И пожелаем Нам всем Чтобы эти праздники Пошли Прошли для нас Действительно В духовном Подъеме И чтобы мы Выполнили Все заповеди Связанные с ними Спасибо За внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok